Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встретила замечательного парня вместе уже в браке третий год. Сын есть, начиналось все замечательно, дождалась с армии, съехали, сработали, очень умный мужчина и хороший семьянин. А вот общего между вами что? Что вас объединяет до того, как родился ребенок? Потому что мне показалось из вашего сообщения, что как-то вот больше всего вас волнует что-то связанное с семьей. Вот, что-то связанное с, значит, безопасностью вашей, да, то есть какой-то стабильностью, вот, достатком. Но, судя по всему, достаток не ваш, а мужчины, вот, и как-то все. То есть как-то нет речи, например, о вашей собственной реализации, нет речи о вашем собственном развитии. О вашем собственном движении по вашему же собственному какому-то жизненному пути. Об этом здесь разговора нет. Есть ощущение, что, да, вы пишете, встретила замечательного парня, вот, судя по всему, на которого вы сделали ставку, вот. И, судя по всему, вы его несколько идеализируете, на мой взгляд, да. То есть, ну, понятно, что есть определенные проблемы, вот, но, вот, понимаете, как вы говорите, очень умный мужчина и хороший семьянин. Умный мужчина и хороший семьянин, этого мало для того, чтобы выстраивать именно хорошие отношения. Потому что хорошие отношения выстраиваются не за счет ума, и не за счет того, что кто-то хороший семьянин, а кто-то нет. Это больше про то, что вам это, вам это почему-то нужно, вам нужно, чтобы мужчина был умный и был хороший семьянин. Вот. Хорошее отношение выстраивается за счет, в общем-то, коммуникации. За счет, как это ни странное отношение. То есть, как люди друг другом, друг другом коммуницируют, взаимодействуют и так далее. Вот. Вы здесь выступаете явно в позиции зависимых. Вот. От чего, от чего ваша реакция на то, что вы описываете. Дальше, значит, ну вы пишите, что выпивал поначалу, потом вошло в привычку, ежедневно трехмесячный сын не остановил. А почему он должен был остановить, не очень понятно. Вот. Ну, в целом, если, ну, тот факт, что он мужчина выпивает, да, ну, опять же, вот, как мне показалось, выпивать он начал уже с вами. В отношениях, да. Вот. Вот. Ну, значит, отношения не позволяют ему реализоваться. Реализовываться. Раз ему хочется, ну, вот, это во всех привычках. Вот. И тут нужно смотреть на то, а вот какой вы могли вносить в этот вклад. Я имею в виду, вот, то, что он не может реализовываться, вот, в полной мере. Хотя, обещал мне, ну, вот, то есть, да. Вместо того, чтобы расширять, ну, значит, сферы вашего взаимодействия, да. Вот. Вместо того, чтобы, ну, повышать, так скажем, качество, качество вашего общения. Вот. Вы начинаете, значит, ну, требования выдвигать, получается, к человеку. Вот. Начинаете требовать, и по сути, ну, по сути дела, то, что вы делаете, это пытаетесь свою, как мне кажется, безопасность, вот, ну, по требности, вот, вашей безопасности реализовать за, ну, за счет, вот, другого человека. Вот. Хорошо ли это? На мой взгляд, нет. И, на мой взгляд, это, ну, абсолютно деструктивно сказывается на вашем взаимодействии. В третьих годах Борис, думал, молодой, еще не такая уж проблема. Ну, вот, да, вы боретесь. То есть, по сути, ну, как бы вы уже перестали видеть в мужчине, да. По личности, вы видите в нем только, значит, хорошего партнера, которого вы, ну, которого вы, как вам кажется, встретили. И вы считаете, что алкоголь, да, там, всему мешает. Вот. Алкоголь, это вот не то, что, ну, мешает вашему счастью, грубо говоря, грубо говоря. Вот. Ну, это классическая такая ошибка людей, которые являются созависимыми. Вот. Это классическая ошибка людей, которые, к сожалению, предрасположены к созависимости. И нужно сказать, что ваш мужчина, я тоже думаю, начал пить не просто так. Я думаю, что у этого есть основания, да, в том числе вот то, что вы, например, можете, ну, выдвигать ультиматумы. Вы можете требования выдвигать какие-то. Вот. И так далее. То есть, ну, вот это, все вот это, конечно, не может не сказываться. Вот. Здесь я бы рекомендовал вам изучить тему созависимости. Вот. В частности, есть книга Валентина Маскаленко «Созависимость семейной болезни». Вот. И есть еще другие вещи, которые тоже можно почитать на эту тему. Вот. Я думаю, что вам это, в принципе, могло бы быть полезным. Вот. Потому что нужно понимать, да, что то, что вы боретесь прямо, вот, говорит о том, что это, ну, это не случайно. То, что вы боретесь. То, что вы в целом такой человек, да, который вот склонен к контролю, склонен к тому, чтобы преодолевать что-то и в целом, в целом быть, ну, по-видимому, по-видимому. То есть, когда возникает ситуация, вот, в которой, в которой человек, например, дает слабину, да, вот, как ваш муж, вот, вы на это реагируете усилением своей активности и, соответственно, вы. У человека пропадает какая-либо мотивация что-то делать самому. Вот. А зачем, если есть вы, которая, ну, все, условно говоря, порешает. Вот. Вот. Поэтому, хоть, хоть вам, вероятно и неприятно слышать то, что, ну, то, что я говорю сейчас, я более чем уверен, что вам это неприятно все слышать. Ну, вот, лучше я, наверное, все-таки, значит, скажу вам об этом, да, чем вот вы будете, к примеру, заблуждаться, ну, заблуждаться. Вот. Потому что, на мой взгляд, это лучшее, что может сделать для вас психолог, да, раскрыть вам, в какой-то степени, вот, глаза на то, что, ну, на то, что происходит. Дальше. Он говорит, что думал о молодой, не такая вообще проблема. Он говорит, что не видит в этом проблемы, не понимает, чем мешает, и что в целом ведет себя адекватно. Ну, так вы говорите, думал о молодой, не такая проблема. Ну, вероятно, и что. Но на деле мне дискомфортно, так быть не должно. Тогда давайте поработаем с вашим дискомфортом, в чем проблема. Не слышит. Ну, а что он должен услышать? Что вам дискомфортно? Ну, так это ж ваша ответственность. Отрабатывает хорошо, живем неплохо. Затем зашла в аккаунт, выяснила про него кое-что. Он говорит, такого больше не будет. А как вас это задело? Как вас это задело, честно говоря? Ну, было у человека что-то, и что. Как вас это задело? Почему вы нашли аккаунт? То есть, вот, это, ну, не случайно. То есть, у вас нет доверия, нет уважения к личным границам вашего мужа. Вот. Мне плохо. Я сидел полчаса назад на кухне в нашем. А в каком контексте? Думал, поначалу было столько всего, можно было все сразу понять. Вы про мужа? Так, а как конкретно на вас сейчас это все влияет? То, что это разрушает вашу какую-то идеальную картинку семьи? Да. Это может быть. Это, конечно. То, что это разрушает, да. Но, но, вы не найдете, на мой взгляд, идеального, ну, идеального мужчину, да, и какую-то вот идеальную, идеальную семью. Потому что, ну, везде будут какие-то вот свои нюансы, да. Везде будут какие-то свои, ну, какие-то свои проблемы. Вот. И все. То есть тут, в первую очередь, вот, вам надо посмотреть на то, чего хотите вы есть. Это первое. И второе, это то, что вы чувствуете к мужчине, да. Вот. Потому что то, что вам, например, некомфортно, ну, допустим, это история, ну, вот, к сожалению, мешает немножко понять. На данный момент мешает немножко понять. Можете ли вы принять то, что вот у вашего мужа есть такие особенности или нет. Вот. То есть, я вот думаю, я вот думаю, ну, какая-то такая здесь история, вот. И я думаю, что на это вам нужно обратить свое внимание. Сейчас. Сейчас. Так. Плохо. Чего плохо? Так. С детства все не особо складывается. Я очень устал. Так. Ну, здесь вы начинаете, судя по всему, вы начинаете мешать все в одну кучу. Как я думаю. то есть, вы, ну, как бы переживаете. Определенные трудности вы переживаете. на мой взгляд, определенные, значит, противоречия, да. вот. И в этой ситуации вы, на мой взгляд, на мой взгляд, да, вот не столько реагируете на то, что происходит, да, сколько вот как-то, ну, как-то вот ассоциативно приходите к тем проблемам, которые у вас были до вот этой истории, до вот этой ситуации. и я понимаю, я понимаю вас, я понимаю, что вам может быть плохо, вот, но давайте все-таки как-то вот постараемся, да, не смешивать одно с другим, да, вот, и постараемся все-таки увидеть, что если у вас, ну, условно говоря, в детстве, да, были какие-то трудности, вот. Кстати, что именно, ну, что именно не так складывается, вот, как вы хотели бы тут тоже надо бы поисследоваться, вот, потому что, потому что, ну, пока это вот несколько, несколько, ну, несколько непонятно, вот. То есть, хотелось бы как-то вот немножко, знаете, побольше, побольше информации об этом, вот. хотелось бы, чтобы вы, ну, как-то побольше о себе, о себе, в этом смысле, ну, рассказал, да, вот, то есть, что именно происходило в детстве, вот, что сейчас, вот, вы, там, условно, условно, да, на эту ситуацию вот реагируете, как бы, ну, так сказать, суммарно, вот, то есть, ну, на мой взгляд, у этого есть, а, причины какие-то, вот, и, соответственно, я думаю, что их можно, можно и нужно разобрать, вот. Дальше. А, значит, я очень устал, надо брать руки и хотя бы радиусы набежать. А чего бежать? Написите что-нибудь, чтобы я решил, наконец, пожалуйста, вы прикладываете ответственность на нас за свое решение. Вам нужно сначала с себя забраться и проработать все ваши, вот, вот, переживания, которые есть. Страшное за будущее. Страшное за будущее. Да, понятно, что страшное за будущее, это связано с тем, вот, что вы не полагаете на себя, ну, вот, в этом, ну, будущем, вот, а вы полагаете на человека. А человек оказался, ну, в общем-то, как и любой, да, человек, не идеальным, вот, человек, а человек оказался просто, вот, ну, таким, какой есть, по сути, вот, и вот это деморализовало, вот, ну, потому что, от этого зависит ваша безопасность, вот. Поэтому, если вы над всеми работаете, то, вот, у нас потребность в безопасности, вот, ваша, вот, но так, чтобы вы реализовывали это, по возможности все-таки, ну, все-таки, самостоятельно, да, больше. Я тяжело отхожу от людей, придется прибиваться мамы, мало чем смогут помочь, ну, то, что вы тяжело отходите от людей, это, вот, отсутствие полагания на себя. Вот, помогите, пожалуйста, может, что поможет по пути, не очень понял смысл этого вопроса. Очень хочется спокойной жизни, с хорошим мужчиной, еще деток, в целом добиться достатка, чтобы иметь что-то. Ну, так действуйте ради этого, ради спокойной жизни, вот. Только подумайте, для чего вам мужчина, что есть, как хороший мужчина, для чего вам дети, и для чего вам достаточно достаток. Вот. Конкретно, для чего? Вот. Может все-таки остаться, с сыном спокойно, он не большую, но про себя тоже стоит думать. А как конкретно, вот, вы-то здесь, высшим лимит? Лично я думаю, что самая лучшая стратегия, это вам разобраться в себе, находясь в браке, вот, вырабатывать опору на себе, вот, встал от на ноги самостоятельно, финансово, вот, психологические проблемы решать. И тогда уже сможете понять и увидеть, хотите ли вы выйти из отношений или нет. Ну, и в чувствах к мужу, я думаю, тоже будет легче разобраться, когда вас, ну, не отвлекает, да, ваши собственные сложности и противоречия. На этом все. Всего самого доброго. Удачи!